Сделать своими руками и показать всем. Две улицы Саратова стали центром притяжения для любителей современных технологий и самобытной культуры. Жители города могли не только посмотреть, но и активно поучаствовать в создании некоторых предметов искусства. Наш корреспондент Полина Попенец несла свою творческую лепту. Улица Волжская на несколько часов превратилась в настоящую ярмарку народного искусства. Несмотря на то, что холодно, все равно люди идут сюда, чтобы погрузиться в эту атмосферу, водят хороводы, играют на настоящей саратовской гармошке. А можно к вам присоединиться? Конечно! Вышивка бисером, очень кропотливая и скрупулезная работа. Лентами, москутное шитье. Помимо того, что здесь можно услышать звуки саратовской гармошки, сотни ремесленников представляют свои работы, которые сделали собственными руками. Вот, например, обратите внимание на эту картину. С виду кажется, что она сделана из пластилина, но нет. Это солёное тесто. Сейчас мы спросим, вот насколько сложно их делать и чем они уникальны? Ну что, во-первых, уникальность в чём? Любят все заниматься этим, и дети, и взрослые. Это очень приятно, и моторика развивается. Фантазия развивается, настроение повышается. Вот смотрите, обратите внимание, видите, вот бутылочки такие интересные. Это тоже как смешанная техника. Это как и декупаж тут. Берёте обычную бутылку? Обычная бутылочка, мы её клеим, обмазываем, приклеиваем салфеточки, несколько слоёв делаем, потом украшаем. И получается у нас изделие готовое, в принципе, которое можно, знаете, и вазочку использовать как вазочку, водички туда налить, ничего не случится. Ну не только ремесленники, но и наша съёмочная группа сегодня сделает собственными руками картину. Это открытый мастер-класс, который проводят школьники Саратова. Мне предложили дорисовать картину. Она, правда, наполовину уже нарисована, но тем не менее. Мы тоже внесём частичку своего творчества и мастерства. Расскажи, пожалуйста, что это вот за мастер-класс? Он у вас традиционно проходит, да? Это мы передаём традицию от нашего художника, ветерана труда Великой Отечественной войны, Ивана Ядокимовича Шпульникова. Чему ты учишь? Я учу, как правильно разводить акварель, как её правильно носить на бумагу, как сочетать цвета. Ну вот каких-то 15 минут, и я внесла в эту картину немножко зелени, она стала немножко ярче. Ален, скажи, пожалуйста, вот как тебе вообще? Нравится или нет? Да, нравится. Картина стала ярче, особенно в нижней части. Использована техника, мазки в одну сторону, что продаёт в нижней части картины цельный вид. Спасибо большое, Алена. Ещё хочется сказать, что на этой ярмарке культурных достижений присутствуют все коллективы творческие, инструменталисты, буквально звёздный парад тех, кто выигрывал различные конкурсы. Вот выразите внимание, сколько медалей у ребят. Здесь и те, кто принёс нашей области спортивные достижения. Также к всеобщему празднику присоединился временно исполняющий обязанности губернатора Валерий Радаев. Вам бы хотели подарить тоже последний от наших учеников. Так вы... Аклодируем. Спасибо. Классы. Спасибо. Спасибо. Воду хранить. Спасибо. Ну, молодцы. Вот нам надо с вами как-то обсудить тему, потому что всё-таки наша пешеходная зона, она будет работать как туристическая направленность, ну и основное место отдыха наших жителей. Я думаю, что будет центр притяжения такой. Вот надо, чтобы вы находили минуты как-то и вот себя реализовывали здесь. Если на улице Волжска были представлены достижения в сфере культуры, то здесь на театральной площади можно увидеть тех, кто развивает экономику Саратовской области. Лучшие промышленные предприятия. Я хочу вам показать одну новую разработку. Два года назад аэросани эти вышли на Саратовский рынок. Они очень мощные, они необычные. Данные аэросани предназначены для движения по пересечённой местности. Это значит в зимнее время снег, лёд, торосы, холмы, всякие буераки. В летнее время это горные реки. То есть это очень уникальное средство. Наши покупатели, службы спасения, службы МЧС. На протяжении всего дня жители Саратова могли не просто увидеть, что производят у нас в области, но и узнать много интересного, пообщавшись с представителями лучших предприятий региона. Полина Попенец, Максим Пустовалов, Саратов, 24.